привет привет ну что ж девчонки мы продолжаем с вами разбираться в осенних мотивах сегодня будет очень-очень красивый эфир вдохновлен он упражнением мы делаем по ими арт по тональности по градации цвета и хотелось вам сделать что-то такое очень необычное и заодно еще дать небольшую порцию знаний которые вам очень сильно помогут вообще в огромном спектре дизайнов начиная от градиентов и заканчивая какими-то картиночками здравствуйте лили очень приятно давайте не мешка переключаться на стол все покажу все расскажу сегодня работать с коллекции осенней но с осенней коллекции прошлогодние она не не абсолютно не утратила своей актуальности добрый день светлана и я вообще я пати пажу мягкая осень поэтому я обожаю эти оттенки но вообще осеннюю тематику очень сильно люблю сейчас как раз такое прям классная классная за окном покотка такая баба билета у нас уже вроде как прохладненько можно одевать и шарфик и какие-то такие уютные вещи но все же на солнышке очень классно кайфово тепло попробую это настроение передать вам через дизайн ногтей связь с космосом налажено связь с космосом налажено крышу перестали долбить ура в моем кабинете собаки еще не сам на нет храпеть давайте сегодня в тишине творческой атмосфере будем творить красивые вот эта коллекция это у нас коллекция осень и так она выглядит lost in time называется очень кайфовая я ее просто обожаю повторюсь хотя конечно новая тоже не менее крутая но здесь какие-то вот цвета мне прямо очень когда зашли это я вам для настроения для вдохновения немножечко ягодок положила это кстати все сделано из материалов для маникюра тоже у нас творческий эфир был и подвесочку делали на сережку на такой бублик такой бублик повешу все это и буду носить дары осень пусть нас вдохновляет сегодня настроение так значит тема тема градации цвета и тональности у меня есть вот такая вот шпаргалочка в арсенале в моем и я ее часто применяю когда мне нужно определить тон если например на глаз у меня как-то не получает это сделать советую вам ее поделать очень крутое кайфовое упражнение потому что если говорить здравствуйте татьяна если говорить например про градиенты да что такое у нас градиент это переходы до из цвета в цвет и у вас хороший градиент такой знаете беспроблемный получится если два цвета у вас по тону примерно совпадают в идеале они должны быть одного тона тогда это просто будет градиент за минуту если у вас цвета очень далекие по тональности по шкале тональности друг от друга да то есть очень сложно смешать черный и белый в красивый плавный переход потому что вы должны пройти через много 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 градаций серого но это если на черный белый а если вы например хотите смешать быстро допустим темно сливовый или темно коричневый с серым да какой у нас по тональности цвет примерно примерно вот такой вот а эти примерно вот такие вот то вам не обойтись без промежуточных иначе у вас будет очень резкий переход и будут все чирки от кисточки видны видны поэтому тональность очень важно при и при градиенте и когда вы например рисуете какие-то дизайны если вам нужно нарисовать например картиночку да вот делали недавно кленовый листик если я по тону возьму абсолютно одинаковые цвета между собой да то у меня листик сольется то есть мне нужно его сделать либо светлее что я и сделала либо темнее должна все время вот это быть разница между тональностью также например вот могу вам показать типсик курса тартан который мы где который который мы сейчас у нас в клубе открыт тоже эксклюзивно и посмотрите пожалуйста вот если например я эту клетку возьму и нарисую близко близко к слайдеру к осеннему то у меня без вот этой белой обводки у меня сольется рисунок почему потому что тональность примерно одинаковая сегодня тема осенние дизайны 392 а 392 ну знаете у меня программа сегодня уже готова поэтому я не могу ее прям так взять и поменять я потому что готовилась к эфиру вот оранжевый очень крутой цвет да и вы можете сочетать его с любыми осенними декорациями давайте просто так вот быстренько покажу например примеры на какие-то вот у меня с этим цветом если такие осенние прям под рукой примеры не не могу сказать что прям вот сейчас возьму и сделаю только с этим цветом можно какие-то декорации с просто с однотоном сочетать вот тема сегодня у нас будет про градиенты про тональности нос вот этой вот коллекции сейчас все покажу потерпите немножечко вот и когда вы знаете вот эти вот градации вам легко ориентироваться в каких-то дизайнах то есть например если вы хотите задумали серый дизайн и у вас серая декорация то зная про то что она все сольется вы можете включить белый контур да или вы можете взять серый темнее чтобы у вас например не произошло вот этого слипания двух элементов в дизайне также если вы например рисуете клетку делаете фон допустим светло-серым вам насколько нужно увеличиться затем чтобы увеличить насколько нужно вам затемниться до затемница чтобы у вас полоска вот эта вот серая была видно но чтобы она не выглядела очень например ярко то есть на один тон или на два тона если мы по шкале посмотрим допустим у меня вот такой вот был фон а полоску я на один тон делаю темнее потому что если я возьму больше то у меня уже будет рябить сильно это можно делать осознанно можно неосознанно и мы сегодня этим эфиром потренируем этот навык вот такие вот я вам приготовила тип сэм сегодня и мы будем сочетать с декорациями и также мы еще порисуем вручную с помощью художественной акварели будем рисовать шмелям а здесь очень классная тренировка именно для того чтобы делать вот эти шаги в высветлении и в затемнении то чтобы у вас было понимание сколько добавить белого чтобы затемнить и высветлить допустим если вы даже возьмете и нарисуете вот эти вот полоски да тоже можно сочетать если говорить про 392 номер дал по запросу сегодня то есть если мы например я возьму серый вот из этого и его затемню и высветлю вместо вот такого цвета потому что он здесь немножко дали лишковатый то я могу сделать тоже компаньон очень интересный вот я заранее девочки подготовила дизайны кстати еще да вот хотел сказать вот этот цвет 392 если на нем акцентировать внимание еще разочек очень круто сочетается с черным вот с любым черным он смотрится прям вот вообще огненно тоже если брать курс наш сейчас то с барбаре очень хорошо тоже сочетается с клеткой барбаре с травянистым зеленым очень хорошо сочетается с таким вот цветом если в качестве компаньона вы выбираете так давайте ладно вернемся к нашим градиенте ком то есть смотрите если например говорить про градиент плавный то есть вот здесь у меня градиент полосками да а если мы говорим про плавный градиент то по сути все то же самое то есть если вы например хотите сделать градиент из мягкого персика практически в белый вам потребуется один-два переходных цвета если вы хотите из яркого цвета в белый сделать посмотрите сколько градаций вам нужно пройти чтобы переход был плавным то есть это вот знаете дизайн и выходит из упражнения и упражнения это очень и очень полезно для понимания как раз и градиентов и понимание вообще светотени как затемнять как высветлять цвета какие цвета получаются дополнительные если вы их например будете колеровать сами поэтому все это очень и очень полезно так что я возьму здесь здесь я возьму бордовый смотрите чтобы красиво цвета сочетались лучше всего далеко не ходить по цветовому кругу то есть вот здесь у меня например было запланировано сочетать 392 и 391 но пока я высветляла 387 вот этот вот он смотрите как интересно это холодный коричневый и он с белым себя повел и где-то вот на этом этапе он превратился у меня в 391 прикольно этого я немножко не ожидала признаюсь честно вот но ничего страшного мы введем сюда третий цвет и какой у нас будет третий цвет если у нас взят оранжевый и коричневый это близкие но коричневый это как бы разновидность бордового да как будто бордовый затемнили только здесь единственный холодный он оттенок но ничего страшного потому что серый вот такие серые оттенки они в принципе сочетаются с любыми цветами их можно пихать куда хочешь и сюда мне можно взять зеленый очень красиво будет смотреться потому что оранжевый зеленый близко по цветовому кругу друг с другом или можно взять пойти в другую сторону ближе к красному и взять бордовый что я и сделаю я возьму бордовый здесь зеленый я не стала брать потому что я его использовала вот в этом дизайне и здесь у меня идут зеленый фиолетовый опять же они достаточно близки по цветовому кругу и к фиолетовому очень близко бирюзовый поэтому я здесь сделаю фиолетово-зелено-бирюзовый а здесь у меня будет более теплый теплое решение с бордовым когда вы делаете вот такие вот штуки не советую прямо вот до самого темного уводить если вы не хотите про очень сильно контрастные дизайны здесь у нас смотрите стык идет свет достаточно светлого оттенка а здесь у нас от темного к светлому но желтый он самый светлый всегда поэтому я здесь возьму и начну с бордового во первых он у меня не сольется ни с чем и упираясь вот в этот уголочек он его еще больше подчеркнет для ускорения всего процесса используйте сначала кисточку потолще да у меня это коза м ноль а потом вы линеарной доводите уже тонкие места так линеарная только уже превратилась в крючок ножка немножечко скрючила ее советую конечно чтоб она все-таки была похожа на видео они на крюк капитана крюка сушим и мы потихонечку этот свет будем высветлять сделала я заранее вам уже половина типса не потому что я жадина говядина а потому что просто это дело не совсем быстро и но красивая конечно капец самое будет верное решение девочки если вы будете делать несколько ногтей вот самое как бы неудачное решение если вы клиенту будете делать один ноготь из десяти так и такой это вы все ногти уже сто раз делаете и фу все еще не доделаете лучше всего если вы сделаете хотя бы два ногтя а лучше ну или три и потому что вы будете рисовать одинаковую полосочку пока у вас будет просыхать вы будете уже следующий ноготочек делать как высветлять и затемнять давайте поговорим самое важное в этом деле когда вы затемняете высветляете и там покажу это мешать рядышком и смешивать до конца то есть например мне нужно чтобы у меня вот здесь проходила полоска желательно темнее чем зеленая я намешиваю смешивайте хорошенечко мазнули чуть-чуть посмотрели а еще можно помешать если вы плохо будете перемешивать будет у вас все в разводах у вас вот этой красивой градации будет не получаться ну так вот хорошо тоже так же я сначала намечаю намечаю более толстой кисточкой чтобы ускорить процесс потому что тоненькая особенно вот такой вот как у меня вы будете очень долго это делать и доводим более тонкой кисточкой когда вы высветляете то же самое не делайте в одну лужицу все все вот например если мы хотим бордовый да у нас чистый бордовый был я возьму капельку капельку и первый цвет я еще смешаю в одной лужице все потому что если даже я возьму капельку белого у меня уже будет бордовый посветлее и и не бойтесь если вы первые разы делаете немножко переделывать то есть если у вас например не получилось попасть в тон да ну вы нанесли и такие блин ну что-то прям похожие одинаковое почти переделайте лучше не надо добавлять знаете белого и вот здесь вот смешиваясь в полосочки этот белый у вас будет все в мелких таких чирах и будет цвет грязный непонятный как что вы имели ввиду вот этой красивые красиво перехода не получится поэтому не ленитесь лучше подсушить и смешайте заново и пройдитесь просто еще раз если вдруг у вас например вы видите что но не получилось посветлее сделать очень похожи цвета слушай так здесь у меня пойдет уже чистый бирюзовый дальше я буду его высветлять свете у меня вот здесь вот полосочка идет такая не сильно темная не сильно светлая поэтому я к ней высветляю чтобы у меня на стыке не было так чтобы он здесь сливалось вот в принципе я толстенькой кисточкой наношу и очень даже все неплохо причем смотрите вам нужно выгладить только стык где у вас уже начисто где у вас например будет следующая полоска вы сильно можете не стараться потому что она как бы доведет вам эту границу более чисто до конца все эти как с двумя типсами очень хорошо так что я имела ввиду не мешать в общей куче если вы замесите все это в общей кучке вот в которой вы уже делали добрый вечер кульнар очень приятно что вы присоединились вы не поймете насколько вы высветлились поэтому когда вы мешаете новый оттенок всегда оставляйте вот такой вот краешек чтобы понимать у вас какая разница будет между оттенками вы уже достаточно высветлились или вы переборщили белого потому что если вы переборщили белого подмешайте заново бордовенького на и посмотрите вот на палитре как у вас получилось оно в точку в десяточку или чего или надо что-то подправить вот я думаю что сильно прямо я сначала высветлила поэтому я да поэтому я ведь и делаю потемнее немножечко здесь такой геометрия самое конечно важно это вот эти вот стыки чтоб они были ровную красивую без кляксочек слушаем так здесь пошли бирюзу высветлять то же самое беру беру белый добавляю смотрю что у меня получилось в принципе можно еще чуть-чуть я думаю беленького самое главное вымешивайте девочки вымешивайте хорошенько очень часто вот в таком упражнении когда я например заставляю студентов нарисовать ну как бы не заставляю задаю задание нарисовать вот такую градацию очень многие вот этот серый смешивают плохо то есть он получается весь вот в разводах и непонятно вообще есть разница между квадратом от предыдущего или нет либо знаете что делают наносят видят что они сливаются берут белый и прямо здесь пытаются его смешать что дает точно такой же эффект то есть красивого цвета четкого не получается за счет того что полосочки у меня не тонкие я в принципе их и такой кисточкой рисую достаточно видите быстро заливаю самое главное здесь вот ну не тратить время если например вы знаете что дальше у вас еще одна будет полоска то вы границу шлифуете и вылизывайте выглаживайте только ту которая вам нужно суши так сейчас помоем кисточку то у меня цвет бирюзовый с бордовым смешиваются получать грюк на мальдюк на и опять берем делаем цвет рядышком чтобы нам видеть насколько мы затемнились и нас высветлились сильно высветлились или не сильно но опять же сейчас я вот трачу время чтобы кисточку от одного цвета споласкивать вы когда это на клиенте делаете в одной цветовой гамме конечно у вас побыстрее получится опять белым берем вы вы будете с таким дизайном поделав его чувствовать сколько вам надо белого чтобы например сделать цвет светлее настолько насколько вам нужно не знаете не так что он получился случайно какой-то там а получился именно такой какой вам надо так еще не знаете что хочет сделать сделать чего вот эту вот линию поправить вот прям она глаз бьет мне вам не бьет нет ни у кого синяка под глазом не бьет не бьет и не могу до нее смотреть мой перфекционист негодует скажите сама сказала не смешивать на ногти сама хулиганить смеш ну чуть-чуть я подхулиганила так выглаживаем очень большой соблазн смешать на ногти всегда лучше тоже сушил так но и здесь мне в принципе осталось могу прям сразу закрасить этот маленький треугольничек еще конечно помешать не сразу закрашу потому что чтобы время не терять конечно если у вас задумка сразу какая-то есть определенная то вы можете например в каком-то месте не сильно шибко стараться я например у меня есть задумка такая общая концепция голове где элементы располагать но прям вот до конца сейчас я покручу не знаю поэтому я выглаживаю все если вы например уже будете знать заранее в голове делать вот элементы располагаться вы можете в этом месте сильно не вылизывать эти полосочки слушаем в принципе он сам по себе этот дизайн смотрится кайфово и без декорации да то есть вы где-то например можете добавить карация а где-то можете и ничего не добавлять просто вот такие вот градиентные растяжки оставить они уже смотрятся интересно и смотрите в качестве компаньонов вы можете взять любой цвет и просто сделать однотонные ногти либо у вас могут быть компаньонами например градиент не такой полосками а плавный но допустим из двух каких-то вот соседних оттенков вы тогда очень быстро его сделаете потому что они по тональности будут у вас очень хорошо друг дружки подходить чем ближе по тону оттенки тем быстрее они у вас друг дружку войдут и смешаются без проблем вот такая вот получилась крутая абстракция и тут можно декорацию смотрите декорация опять же я сегодня взяла вот такие вот декорации это тоже у нас с прошлой осени но они очень кайфовы на мой взгляд подальше очень кайфовые но если вы возьмете что-то тоненькое да или например какое-то вот такой вот разноцветную штуковину вы должны понимать что скорее всего она у вас сольется потому что очень любой фон очень любой фон и любая декорация будет теряться поэтому будьте готовы к тому что если вы хотите взять какую-то веточку например то вам нужно будет обязательно ее обвести белым поэтому самое верное решение вот таким пестрым разноцветным дизайном это черно-белая декорация здесь есть черно-белые элементы причем они напечатаны на белой подложке это вот такие например грибочки вот такие вот сейчас мы один из них посадим вот здесь врать не буду но по моему тоже кленовый листик он на белой основе тоже сюда может пойти если бы было больше чуть-чуть элементов вот таких вот на белой основе черным то было бы лучше то есть они бы не потерялись также вот такие вот всякие мухи и мотыльки они тоже пропечатаны на белой основе то есть здесь в слайдерах нет такого что если вы прикрепить прикрепите на цветной фон он исчезнет а помните раньше были слайдеры всегда писали только белая основа вот здесь как раз нету такого здесь пропечатано на белом поэтому если вот эту муху цикатуху жука прикрепите он у вас не должен сильно исчезнуть на таком пестром фоне поэтому мы с вами сделаем следующем образом я за кадром уже вырезала грибочек вырезала уже грибочек и я его помещу вот сюда куда-нибудь на градиент так быстро переделываем наши планы так переделываем наши планы ничего страшного сейчас я вам он сейчас я вам покажу значит другое еще лучше смотрите как любой любой принципе сделать слайдер чтобы он был белым секундочку переориентируем все надо помочь штанты штанты немножечко грязный потому что я не планирую его сегодня использовать а надо как оказалось очень надо так что делаем берем и слайдер вверх тормашками кладем вот сюда а ну да он видите как сделан я правильно вам все сказала что он на белом пропечатан но он он только где контур белый что мы делаем мы берем им пасту мы можем кстати даже белок на белый и разукрашиваем его просто другой стороны беленьким беленьким ген лаком можно немножечко выйти за контур что было как обводка большая значит все таки я не совсем сумасшедший женщина все-таки он напечатан на белом но ведь без вот этой вот серединочке все разукрасили можно через донышко посмотреть на него там что получилось видно ли его до примерить на расстоянии на пёстрый фон посмотреть будет видно все хорошо и немножко прихватить в лампе чтобы у нас кляксы не случилось когда мы прижмем штамп прям прихватываем несколько секунд можно и лаком для штампа попробовать разукрасить но скорее всего лак у вас сморщится на слайдере вот и все видали девчули как прикольно давайте теперь посушим все это чтобы у нас соединение произошло так что делаем здесь здесь мы находим то место где мы будем рисовать нашего шмеля я предлагаю его нарисовать день будь вот здесь и берем что-нибудь белое тоже белый подмалевок делать я возьму например белую пасту обожаю можно конечно если вы например боитесь такие маневры совершать как я сейчас делала то сначала прокрываете белым весь ноготь прикрепляете декорацию какую вы хотите прикрепить слушайте все это а потом уже все вот эти полоски добавляете и оставляете вокруг слайдера белый контур так же как я вот по принципу как я вот на этом типсе сделала понимаете да чтобы у вас слайдер потом не потерялся вот во всей этой пестроте можно так делать тоже чтобы был тоненький белый контур у него так шмель шмеля рисуем рисуем подмалевок сначала рисуем ему голову и будет у него тельца и рисуем мохнатую попу рисуем и крылышки будут у нас конечно чтобы так его нарисовать девчонки надо его представлять в голове просто так не представляя в голове что по итогу получится очень сложно нарисовать подмалевки так готовенько вот такой пока такой кукольный как детки в рисую да так здесь здесь конечно что нибудь надо дополнить да не камиль фото получается что можно дополнить очень классно пойдут вот всякие золотинки серебринки любые всякие растительные штуковины которые нам будут дополнять грибочек там можно как-то их вместе соединять что-то делать но моя любовь любовная это конечно же надписи даже я без них без надписи ушек моих любимых вот фолы из инди и можно как-нибудь ну так кстати прикольно по диагональке сейчас посмотрите вся коллекция вот эта осенняя она имеет очень маленькую остаточную липкость я бы даже сказала она почти ее не имеет поэтому шермикон я прямо бахну сейчас прямо на цвет ничем не перекрывая но лучше перестраховаться и перекрыть перед этим всем мероприятием т-классом так сделала и хочу еще и еще хочу дайте 2 и еще хочу вот такую какую-нибудь золотяшечку еще хочу вот эти я сейчас делаю и могу где-то прикольно получается смотрите как будто в рамочке введено и листик еще он куда в тебя куда в тебя но тут листик будет не к месту нет вот так сделаю еще такую золотяшку сюда хочу так не право так классно смотрится ведь он вообще не почти не липкий но микро липкость она все равно есть как бы она все равно существует что вы там сильно не обольщайтесь а значит это все лучше всего промазать слоем слайдер топа сначала либо может быть тонким слоем базы чтобы закрепить чтобы у вас точно клиент это все не выковырял из-под покрытия так как у меня не клиента типс который слава богу ничего не делает посуду не моет не ковыряет в свободное от работы время маленький уголочек который где-то показался и торчит я просто перекрою топом но вы учтите что лучше всего сначала перекрыть слайдер топом а потом уже топом я сейчас делала матовым здесь здесь тоже хочу прикрепить какой-нибудь шарный кончик думал сейчас придумаем вот это мне идея понравилась очень сильно когда в рамочку будет обведена какая-нибудь например из полосочек да какая-то из вот так хочу прикрепить точняк все все сошлось все звезды сошлись поняли да что мне нравится нравится что будет обведено обведено в рамочку как будто бы еще буду так вот веточка торчать так сейчас вельвет топом перекрываю потому что здесь я буду акварелькой рисовать можно локально можно вместе с шармиконом чтобы он еще лишний раз был закреплен подсушу так здесь все здесь можно еще гриб конечно подрисовать там что-нибудь ему чтобы он был еще более фактурный до сверху там им пасточкой например по краешку шляпки либо может быть точечки мухоморные ему подрисовать что побелее были но я думаю что мы сегодня над ним околдовать остановимся потому что я думаю что он и так красавчик какое ваше мнение девчонки красавчик или так себе ну не знаю мне кажется красавчик мой но если без таким дизайном ходила его просто любовалась на него на каждом светофоре на руле как минимум так все оставляем это мы доделали теперь берем обычную акварель я уже кто смотрит мои эфиры много раз и рисовал это прям вот самая обычная акварель за 100 там с чем-то рублей из магазина масс-маркета который находится рядом с домом для детского творчества ничего знаете сверхъестественного там за много тысяч рублей и профессионального это не нет нам потребуется кисточка кистью я буду рисовать вот этой обожаю ее потому что у нее очень 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 тоненький кончик девчонки вот он прям таким тонким линиям рисует вообще себе просто не представляете каким берем ами точку себе чтобы развести это все дело если вы хотите тонкие линии у вас кисть должна быть почти сухая и мы смотрите что делаем мы сейчас нашу заготовку раз украсим так сначала крылышки нарисую потому что они у меня должны крепиться к телу и они поверх всего вот самым последним волосочком рисую просто не дыша здравствуйте что сегодня делаем сегодня рисуем осенний дизайн и пересмотрите эфир если вы опоздали потому что эфир сегодня дала крайне полезно девчонки но на мой взгляд обучающий знаете не просто порисовали разошлись сегодня обучающий контент вам дала много рассказала про градиент про тональность поэтому если опоздали присоединились поздно пересмотрите в записи будет я думаю вам очень и очень полезно так тоже последними самыми волосиночками сейчас пока сильненьким размечаю мне будет такой рисунок также как и грибочек только нарисован вручную теперь пропускаю вот здесь вот здесь продолжаю рисовать вот такой вот шмелек получается можно ему еще нарисовать тенюшку потихонечку аккуратненько оттяните его от фона и как подсохнет сейчас можем еще нарисовать взять побольше пигмента да то есть акварель она зависит от того сколько вы берете пигменты сколько воды отсыпно соотношение где-то прям затемнить можно когда пигментика побольше вот такой получается и лапки мне узнать еще хочется вот здесь вот черкнуть прямо но постараться сделать такой получению не сильно чернить чтоб немножечко тут прям вот видеть этот уголочек нравится больше так ну что перекрываем все тоже хочу перекрыть наверное матовым все таки лучше всего смотрите сейчас я быстро перекрываю потому что у нас уже время эфира подходит к концу лучше акварель сушить подольше все-таки ну вот смотрите если вы рисующий мастер да то вам можно и порисовать такие декорации если вы и заморачиваться не хотите то берете готовой декорации конечно с готовыми быстрее что говорить но с рисованными то есть не думаю сейчас еще прям чуть послушаться и сделаем еще кое-что прям последний штрих ну по мне прям нужен мы возьмем с вами во первых белый возьмем белый белый белым мы чуть-чуть вот здесь вот надо выделить лапку и маленькие усики нарисовать а то потерял потерялась вот здесь лапка на темном темно аккуратненько и тут крышка доделать чтобы она не терялась и нарисовать ту же лапку которая тоже черная бы потерялась вот и теперь смотрите что я сделаю я возьму смешаю с 392 поскольку нас здесь 392 на импасту и вот здесь вот еще такую вот веточку нарисую потому что не хватает здесь чего-то для композиция и поскольку у нас уже есть такой цвет то он будет лучше всего здесь импаст у нас без липкости здесь оттенки тоже как я уже сказала почти липкости не имеют поэтому будет хорошо они но не нужно будет нам даже перекрывать поэтому как и и и так все сушим это все в лампе сушим это все в лампе и в принципе мы сегодня закончили с вами девчонки и мальчишки может нас смотрят еще и мальчишки давайте подведем итог сегодня работали прекраснейшей коллекции коллекции прошлой осени но не менее актуальна она и сейчас коллекция lost in time вот такие вот градиенты сегодня посмотрели интересные также мы разговаривали в начале эфира кто поздно присоединился в принципе про градиенты про градации тональности да и зачем нам нужно вообще такие дизайны например делать и тренироваться и зачем нам нужно высветлять уметь все это разобрали в начале если что пересмотрите и интересные сегодня я считаю посмотрели тоже варианты когда можно сделать слайдер волей судьбы еще посмотрели как слайдер сделать так чтобы не терялся на цветном фоне очень классно тоже что так получилось чтобы не запланировано но я показала вам еще один лайфхак и также я вам показала для рисующих мастеров для тех кто любит это дело и практикует и кого это не напрягает а наоборот радует как можно вот такие графичные тоже рисуночки рисовать подмалевок плюс прорисовка классическая акварелью так что вот такой вот сегодня необычный я считаю эфир таких у нас дизайнов мне кажется еще не делали мы ой не просто знаете я просто вот смотрю и мой художник внутри он ликует я обожаю такие штуковина вообще люблю очень флористику какой-то в сочетании с геометрией с надписями со всеми делами спасибо большое за то что вы были в этом эфире со мной надеюсь вам было интересно что-то надеюсь вы возьмете в работу я вас всех люблю целую обнимаю каждую пока пока до новых эфиров до новых встреч